Скачок из ямы конца 90-х. Впервые за 10 лет поволжские регионы вышли на положительный демографический баланс. Переломить ситуацию окончательно и бесповоротно власти округа намерены в ближайшие годы. Ресурсы для этого есть. Приоритеты перед руководителями субъектов расставил полномочный представитель президента России в ПФО. Очередной совет по реализации демографической политики Михаил Бабич провел в республике Удмуртия. В окружном совещании принял участие и глава Чуваша Михаил Игнатьев. Подробности в следующем материале. В регионах по Волжье наметился настоящий бэйби-бум. По итогам прошлого года 7 субъектов вышли на положительный демографический баланс. Уровень рождаемости там значительно превышает смертность. Эту тенденцию необходимо продолжать. У глав регионов сейчас все карты на руках. Главное сделать правильный ход. Михаил Бабич обратил внимание на явные проблемы. Очереди в детских садах, низкие пособия, семейная бедность. По мнению полпреда, на демографию все это сказывается не самым лучшим образом. Зачастую именно из-за больших растрат молодые пары попросту боятся заводить детей. Наиболее острый недостаток доходов ощущается отдельными семьями в период, когда возраст ребенка составляет от полутора до трех лет. Это связано, естественно, с тем, что продолжается неоплачиваемый период отпуска по уходу за ребенком и матери. Сложно вернуться к оплачиваемой работе, а компенсация недостающих доходов ложится на одного из родителей. В ближайшие годы необходимо решить и жилищную проблему. Многодетным и молодым семьям власти уже сейчас выделяют земельные участки и безвозмездные субсидии на строительство домов. Но, несмотря на это, сотни тысяч человек все еще продолжают жаловаться на свои условия. Большая работа проводится по подведению инфраструктуры, но также знаем мы с вами и проблемы, которые с этим связаны. И отсутствие земельных участков в крупных городах и муниципалитетах, и отсутствие средств в бюджетных субъектов на подведение инфраструктуры. И, что немаловажно, отсутствие средств в самих семьях на возведение жилых домов. Многодетных семей в регионах ПФО становится больше с каждым годом. Власти поддерживают их не только рублем. Выделяют материнские капиталы, вручают жилищные сертификаты, освобождают от транспортных налогов. Увеличилось по Волжье количество заключенных браков. Только в прошлом году было сыграно почти 250 тысяч свадеб. Повышение престижа института семьи – отдельная тема совета. В округе активно проводится комплекс мер по возрождению позитивного отношения к институту семьи. В 11 регионах учреждены региональные награды, медали, дипломы, премии, почетные знаки и звания за достойное воспитание детей и особый вклад в реализацию семейной политики. Инновации в медицине тоже влияют на демографические процессы. Во всех регионах ПФО снизилась младенческая смертность. Болезни выявляют на самых ранних стадиях. Врачи выхаживают недоношенных детей. На вооружение участникам совета предложили взять опыт Чувашия. Ставку власти республики делают в том числе и на здоровый образ жизни. Эти меры приносят свои результаты. В прошлом году в регионе не было допущено ни одного случая материнской смертности. У нас репродуктивных женщин становится меньше. Исходя из этого, через дополнительные меры стимулирования, за счет снижения смертности от внешних факторов, нам надо ситуацию улучшать. Почему я так говорю? Потому что с точки зрения, если взять здравоохранение, оказание качественных услуг в сфере здравоохранения, в принципе в республике такая ровная ситуация и есть эффективная результативная работа. Смертность от болезней системы кровообращения в округе снизилась почти на 5%. До появления в регионах сосудистых центров таких показателей добиться не удавалось. Строить их рассчитывают и дальше. Свои предложения члены совета собрали в один пакет документов. На рассмотрение его отправят дальше депутатам Госдумы. Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов, Республика.